Осторожно, коты! Сейчас начнется пылесос! Всем привет! Сегодня четверг, я работаю во второй половине дня, поэтому я решила пропылесосить, помыть полы, постирать белую одежду, разложить всю высушенную, там у меня, где, вот там, у меня такая вот гора примерно, поэтому вот куда потрачу свое утро, а уж потом схожу в душ, накрашусь, стану красивой и пойду на работу. Короче, все-все-все помыла, пропылесосила, чувствую себя великолепно, как будто у меня даже чистый дом. Пауза, пойду в душ и спираться на работу. Короче, я собираюсь на работу уже идти, но прикол в том, что Керк до сих пор не вернулся с прогулки, и мне кажется, что она мяукает и плачет, когда остается дома одна. Сейчас камеру оставлю включенной, посмотрим, что будет. Все, моя кошечка, не пошла на работу? Будешь послушная? Иди, я тебе еду оставила. Кушай и пей. Я пошла на работу. Вот так. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, так и знала. Мне кажется, что она стоит под дверью и ждёт. Потому что каждый раз, когда я открываю дверь, она уже стоит там. Значит, ждёт. Ну, Жужук приедет через час примерно. Часик побудет одна, если Кёрка не найду. Нашла Кёрка, в общем. Ну, подожди, дай ему поесть. А? Ну да. Пойдём я тебе покушаю там, пойдём. Иди, мой хороший, иди. Я тебя, что ли, звала? Кёрка, иди покушать. Иди, я тебе там покушать, я опаздываю на работу. Иди скорее. Иди сюда. Короче, нет электричества на заводе. Вообще. И не предвидится. Чё пришла? Чё сижу? Непонятно. Будем весь день сигнализацию слушать. Все-все-все вылезли на улицу. Весь завод. Вообще просто весь. У нас сегодня них ничего не делают. Курят, пьют, едят. И не работает. Я тоже туда ноги закину, сейчас тут на диванчик. Тихо. Тихо. Не буду сидеть. Слушать сигнализацию. Слушать сигнализацию. Порой есть в интернете поищу информацию. Фиг, там электричество не было. Потом у меня просто пропало желание вообще что-то искать, а что это делать. Я просто смотрела тикток. Два часа. Слушать сигнализацию. Магазин конопли. А можешь что-нибудь купить у вас такое, ну, конопляное? Чё-то я думаю, ни одного, ни другого домой нормально не довезу. Все такие усталые. Ну, правильно, почти конец недели. Завтра. Ты не устала? А нет, она не устала. А-а-а-а. И хоп, такая ты уже домохозяйка из какой-то корзины. В общем, у меня сломалась штука, на которой я сушила одежду. Вот эта вот сзади, которая вот эта штука. Я вынуждена была вот так развесить все. Я мужу говорю, сломалась эта штука, сушилка, надо новую купить. Он мне говорит, мне так удивил его ответ, да не надо. Что он хотел этим сказать? Не надо, он новую купит. Не надо, мы больше стирать не будем. Или не надо, не надо. Странный тип. Что это тут за помощник такой пришел? Помощник ты мой. Вот, опять гора. Мне как-то научиться. Может, мне научиться как-то ее на голове носить, как африканские женщины. Потому что тут вот постоянно нужно носить. И это у меня еще есть сухая уже на кровати, там гора лежит. И всю белую одежду поставила стирать, пока была на работе. Она собраться, рюк, тарады, нары, нары, нары. Что это моя мусечка? Смотри. Ой, ты моя мусечка. Что тебе, моя слава? Все любят, чтобы погладить им щечки, и усики, и глазики, и ушки, и лапки. И котик. Столовка работает на полную мощность. Что опять приготовил, непонятно. Но интересно. Что это? Два. 20 евро, спасибо. А, то, что он 20 евро потратил на приготовление этих блюд. Молодец. Выйти хочешь? Только зашел, теперь выйти хочешь? Разве так можно? А? Разве так можно? Кярт. Ты опять на улицу ходишь? Ты не хочешь посмотреть, что мы приготовили? Вдруг что-то вкусненькое? На улицу. Ключи высоко. Открыть тебе? Иди. Партизан ты мой. Только покушать приходит, и все. Ключи высоко. Партизан ты мой. Партизан ты мой. Тебе ты мужчина. Где ты мужчина? Партизан ты мой. Где ты он? Как же ты мужчина. не делай такое лицо все равно она за тобой побежит хотите узнать как я понимаю что лето началось послушайте как лягушки квакают понравился наш канал не забудь подписаться и жми на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео